Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал ЖТСУ программа «Единый народ», в которой мы, как всегда, говорим о традициях и культуре многонационального народа нашей страны. И в ближайшие 20 минут вас ждет немало интересного, так что не переключайтесь. Сегодня вы увидите. Почитая предков, кто, когда и как отмечает Новый год по лунному календарю? Символ богатства и счастья. Что готовят на китайский Новый год? Танцуй всей душой. Какие танцы исполняет корейский этнос? Ансамбль «Чемноуль» полвека на сцене. В эти дни представители восточных народов, в том числе корейского и китайского, отмечают Новый год по лунному календарю. Считается, что празднуется он уже более трех тысяч лет. Причем с соблюдением различных традиций. О каких именно, мы расскажем вам прямо сейчас. Новый год по лунному календарю – праздник особый. Его дата меняется каждый год. В этом году он отмечается с 10 по 18 февраля. Интересно, что несмотря на погоду, для представителей корейского и китайского этноса – это праздник весны. И хотя на улице еще может быть весьма холодно, люди приветствуют весну и то, что она приносит с собой. Посевы, урожаи, новые начинания и надежду на лучшую жизнь. В 2024 году по восточному календарю наступил 4721 год. И этот год – год зеленого деревянного дракона. В китайской культуре это мифологическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех. Считается, что под покровительством дракона всегда проходят едва ли не самые лучшие времена. Каждый год символизируется комбинацией, которая повторяется только раз в 60 лет. Эта комбинация представляет собой одно из 12 зодиакальных животных определенного цвета. Соответствующего оно из пяти стихий – вода, земля, металл, огонь и дерево. А вот этот год дракона наступает – это самый могущественный обладатель этого года. Он может все, при том очень быстро, он никогда не опаздывает. И он любит деловых, точных, крепких людей. Он сам по себе будет боец и нужно за себя драться. Не надо надеяться на кого-то, надо. В этом дракон поможет. Дорогие житусуйцы, разрешите поздравить вас с наступившим новым 2024 годом по восточному календарю, китайским новым годом. Это у нас символизирует в этом году год дракона, год зеленого дракона. Год зеленого дракона, я думаю, что будет очень плодотворным и удачным и богатым, потому что зеленый цвет у нас, знаете, символизирует изумруд. Цвет изумруд, а изумруд – это драгоценный камень, поэтому год, я думаю, будет богатым. Всем хочу пожелать самое главное – здоровья, счастья и мира на нашей земле. У восточных народов существуют определенные правила встречи Нового года. Во-первых, готовиться к празднику нужно заранее. Привести в порядок свой дом и даже мысли. Считается, что таким образом происходит очищение жизни от любых неудач, освобождая место для счастья. Встречать Новый год необходимо как самого дорогого гостя. Дома должно быть чисто, не должно быть какой-то грязной посуды на Новый год или одежды непостижной и так далее. Все должно привести в порядок. И не только вот это обранство, еще ты не имеешь права, нежелательно категорически иметь долги на Новый год. Надо все долги погасить до Нового года. Тогда Новый год уже будет хороший. Это первое. И второе – не только долги материальные, как видеть денег, чего-то. И перед людьми ты ничего не должен, чтобы все, что обещал, сделал. Этих же правил придерживаются и представители китайского этноса. Помимо того, что дом приводят в порядок, большое внимание уделяется украшению жилища. Чтобы Новый год был счастливым, корейцы, вне зависимости от того, какой год наступает, украшают дом картинками с изображениями курицы и тигра. Первое – должно привлечь к домочадцам всякие блага. Второе – отпугнуть злые силы, настроенные на вредительство. А вот дома у представителей китайской национальности можно увидеть все знаки зодиака и непременно парные надписи. Дом должны все сделать так, как положено, чтобы в доме было большое течение года, чтобы было счастье дома. Все, поэтому дом украшают. Вот все взвешивают буквы. Вот эта буква «фу» – это счастье. Вот эта тоже «фу» – счастье. А вот эта тоже, чтобы домой заходили люди с хорошим настроением, чтобы с пожеланием приходили, желание счастья дому. Чтобы злых людей сюда не могут зайти. Когда вот это все висит в Китае, все красно, сюда приходят люди хорошие, поздравляют и желают семейное большое счастье, здоровье, все и богатство. Украшения дома, как и в одежде китайского этноса на Новый год, преобладают красные оттенки. Это особый цвет для китайского народа, поскольку он ассоциируется с солнцем и считается, что привлекает все самое хорошее. А привычка – результат древней традиции. Китайцы все очень любят красный цвет. Красный цвет, вы знаете, это отражает радость, счастье. И в то же время, вы знаете, вот это вот злые духи, они боятся красного цвета. И когда одевают красный цвет, то как бы отпугивают уже. И вот почему раньше китайцы в Китае, когда праздновали Новый год, и очень много было вот этого шума, пекарды, вот это все, потому что тоже они отпугивали злых духов, чтобы злые духи не могли прийти и не нарушить покой жителей. Вечером накануне Нового года многие китайцы запускают фейерверки и петарды, надеясь прогнать злых духов и привлечь удачу в Новом году. Также традиционный символ китайского Нового года – колокол. Люди верят, что зло Большого колокола может уберечь дом от несчастья. Для китайского и корейского этносов Новый год – прежде всего семейный праздник, а потому его принято проводить в кругу семьи. При этом по традиции собираются все дома у родителей – старших членов рода. Стоит отметить, что в первую очередь собравшиеся вспоминают предков и даже накрывают ритуальный стол. Первым делом, конечно, предков вспоминают. Хотя раньше это отдельный маленький столик был с угощениями. Если мы чтим предков, то обязательно и нас будут чтить, и тогда будет удача. Почитание старшего поколения проявляется и в других традициях праздника. На корейский Солаль, как называют Новый год по лунному календарю представители страны восходящего солнца, принято делать поклоны старшему поколению. Похожий ритуал существует и у китайского этноса. Старшие члены семьи на новогодние праздники дарят младшим красные конверты. А происходит это так. Дети, поздравляя родителей с Новым годом, желают им благополучия и в знак уважения три раза делают поклон. У меня большая семья. У меня 11 внуков, 15 правнуков. У нас многонациональная семья. И всем очень дружно. И желаю, чтобы семья у меня была сплочена, дружно. Одним словом, существует немало традиций и легенд, связанных со встречей лунного Нового года. Главное же сходство в том, что восточные народы этот замечательный весенний праздник отмечают весело и радостно, не забывая про почет старшего поколения. А значит, Новый год по восточному календарю учатся хранению культуры народа. Собираясь за общим столом, семьи готовят традиционные и, надо сказать, символичные блюда. К примеру, для корейского этноса на столе непременно должен быть суп под названием токгук. Согласно традиции, суп токгук нужно откушать, чтобы стать на год старше. Первый день Нового года – это что-то вроде всеобщего дня рождения, когда к утрусту каждого корейца прибавляется год. Младенцы, рожденные накануне праздника, в одночасье становятся двухгодовалами, поскольку год, проведенный в утробе матери, им тоже засчитывается. Обязательным украшением стола для китайского этноса является рыба, которая, в свою очередь, символизирует богатство. На китайском языке слова «достаток» и «рыба» созвучны. Кстати, первыми пробуют рыбу обязательно родители или старшие члены семьи. И только после них угоститься этой полезной пищей могут остальные участники торжества. При этом весьма интересно, что рыбу нельзя переворачивать. По народным поверьям, это может привести к тому, что в море перевернется лодка. Так что для того, чтобы год был благополучным, рыбы постепенно съедают с одной стороны, убирают кости и только тогда приступают к другой. Кроме того, готовятся и другие символичные блюда. Лапша, чтобы жизнь была длинной. Блюдо круглой формы для сохранения согласия и благополучного завершения дел. И еще на столе непременно должны быть пельмени. Это блюдо, которое сближает всю семью, ведь лепят их обязательно все вместе. Самое главное – Новый год у нас. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 История танцевального ансамбля Начинается более полувека назад Тогда, в 1967 году, был образован небольшой коллектив Собрала который балетмейстер Нам Татьяна Ивановна Первое выступление перед большой аудиторией Состоялось пять лет спустя, в 1972 году Тогда официально и был создан Ачимноуль В конце 60-х годов у нас была такая прекрасная женщина Нам Татьяна Ивановна Вот всех женщин, любителей, музыки, танцев Вот она пособирала и решила создать вот такой кружок Помогал тогда Вячеслав Агай И он тогда был байнистом Вот она его тоже к себе И вот они вдвоем Начали петь, где-то искать, выискивать Старые корейские песни Начинали танцевать И это были все люди в возрасте Последние десятилетия ансамблем руководила заслуженный деятель культуры Галина Нам За это время она собрала и обучила танцевальному мастерству сотни ребят Свою любовь к корейскому искусству она передала воспитанникам Это мой руководитель, который преподавал мне с самого детства Воспитывал меня, вкладывал все силы, всю эту культуру Благодаря ей я влюбилась в корейский народный танец Я узнала, что такое Побывала за границей в Корее на своей исторической родине И также очень много путешествовали И ансамбль «Очим ноль» это наша вторая семья Где мы все сплоченно, дружно занимаемся, гуляем, радуемся и выступаем на сценах Сейчас коллективом руководит Анна Ли Сама девушка танцами занимается с 7 лет И теперь с большим удовольствием делится опытом с подрастающим поколением На сегодняшний день в ансамбле занимается порядка 20 детей Которые разделены на две возрастные группы Состав коллектива постоянно обновляется Я начала ходить с середины прошлой осени На нас корейские танцы, корейские традиции У нас очень дружный коллектив Все очень хорошо общаются друг с другом И занятия проходят очень хорошо Я пришла полтора года назад После 50-летия «Очим нолю» Мы участвовали в конкурсе и выступали на городских мероприятиях Мы изучаем здесь культуру, танцы Нравится мне то, как тут танцуют Пластика, вот эти движения, культура, традиции, обычаи В репертуаре ансамбля немало удивительных композиций Корейский танец красив и разнообразен Он содержит множество интересных, сложных элементов и причудливых па Танцевальное искусство «Страны восходящего солнца» имеет большое количество стилей и видов Корейский танец берет свое начало из ранних шаманских ритуалов 5000-летней давности И в настоящее время варьирует от народного танца до разных форм адаптированного современного В начальный период в основе корейского танца лежала сельскохозяйственная культура Поклонение небесам с целью мольбы о прекращении невзгод И процветание сельского хозяйства выражалось через танцы и музыку Корейские танцы, они очень сдержанные Передают скромность, воспитанность именно культуры корейской южной Я считаю, что самое главное, и как мне говорил мой руководитель, это дыхание Без дыхания не будет синхронности, не будет танца На данный момент мы сейчас изучаем две постановки, которые в прошлом году я привезла с Кореи Была в Корее на стажировке, привезла с Альпури, танец с платком и нонак, танец земледельцев Субтитры создавал DimaTorzok Традиционный корейский танец сегодня претерпел немало изменений, но главное осталось прежним Он, как и раньше, отражает яркую палитру эмоций, от горя до радости Это не только танцевальное направление, а целое театральное искусство Ведь каждый номер – небольшая история о любви, жизни и творчестве Недаром не только танцоров, но и зрителей буквально обволакивает магия танца За полувековую историю сменилось немало поколений, но все они неоднократно доказывали Высокий уровень ансамбля, подтверждая звание народного и побеждая на различных соревнованиях Впереди у коллектива еще немало побед В ближайших планах стажировка в Алматы в студии Намсон, куда планируется отправить старшую группу А летом коллектив намерен снова посетить Южную Корею, чтобы вновь обменяться опытом, погрузиться в культуру и дальше совершенствовать свое мастерство На этом время наша программа подошла к концу Оставайтесь на телеканале ЖТСУ, впереди вас ждет еще немало интересного А мы прощаемся с вами ровно на две недели Всего вам самого доброго, мира и согласия вам и вашим семьям До свидания Редактор субтитров А.Семкин